Приглашаю продолжить общаться дальше и после конференции. А теперь я хотел бы показать мой экран. Коллеги, расскажите, пожалуйста, видите ли вы то, что я вам сейчас показываю? Мне хочется убедиться в том, что все работает так, как я предполагаю. Да-да. Итак, Александр, сориентируй, пожалуйста, во сколько мы должны закончить? У тебя 9 минут осталось. У меня осталось 9 минут. Собственно говоря, плюсы, я выступление построю так. Сначала я поговорю про плюсы и минусы в чисто жизненном плане. Дальше сосредоточившись на них в цифре академической деятельности в Казахстане. Плюсы и минусы Казахстана как место для релокации, как место для переезда, для жизни, видимо, можно описать довольно коротко, говоря о значительном сходстве с Россией. То есть, понятно, Казахстан является другой стороной, отличием при желании можно было посвятить какой-то отдельный доклад, но все на свете это вопрос степени. И если сравнивать разные другие сопоставимые с Россией страны, то Казахстан, очевидно, будет из наиболее похожих. Что, с моей точки зрения, в общем-то, подкрепленное двухлетним проживанием здесь, я уехал через неделю после 24 февраля, что здесь видно? Итак, большой плюс Казахстана в том, что это страна по уровню экономического развития, примерно соответствующая России, душевую ВПМ до войны, примерно тем же самым, что и в России, если что-то за последние годы произошло, то скорее произошло дальнейшее сближение. Это не просто сходство формальных показателей, но, конечно, и некоторые производные вещи вроде сходства работ, которые можно найти здесь. Вопреки распространенному представлению, подозрениям и опасениям, находиться здесь Россия нормально, среда является дружелюбной. И, опять же, даже если про это думать, то скорее более дружелюбной, чем... Давайте я не буду говорить про Россию, но, в общем и целом, климат более дружелюбный, исходя из-за некоторых особенностей культуры, более дружелюбный, чем, скажем, можно было бы найти в Москве. В России очень разнообразно, не буду говорить про другие города, потому что до переезда я жил в Москве. Что является дополнительными плюсами? Простота легализации, то есть обращение с формальными документами о получении разрешения на жизнь здесь весьма-весьма простые. В общем и целом, россиян здесь на работе приветствуют. Это будет плюсом. Дети, что тоже для нас сильнее будет плюсом, и дети могут спокойно продолжить обучение в местной школе и продолжить обучение при желании на русском языке, а при желании на английском. Ну, конечно, обучение на английском языке будет. Это уже частные платные школы, но, тем не менее, все это возможно. Минусы. Минусы, если их здесь искать, то они, в общем-то говоря, являются прямым продолжением плюсов. То есть это все равно часть постсоветского пространства. Многие те вещи, которые могли, так сказать, царапать, когда человек живет в России, может продолжать царапать человека, когда он живет в Казахстане. То есть это постсоветская страна, которая в том числе, наверное, отметим специфику эмиграции последних двух лет, в которой присутствуют какие-то политические соображения. То есть здесь форма правления тоже авторитарная, хотя, в общем, надо сказать, что это намного более мягкое авторитарное правление, чем современная Россия. Можно вдумываться, какому году в России это соответствует, но там, если, так сказать, без длинной аргументации, я бы сделал ставку на какие-то медведевские времена. То есть это, очевидно, не Россия настоящего, но, может быть, для кого-то не очень приемлемо. И это есть некоторые ограничения на свободу самовыражения, в том числе, в общем и целом, власти Казахстана не приветствуют, вот сейчас не буду вдаваться в детали, но не приветствуют, по крайней мере, некоторые формы, такой наиболее публичной формы антивоенной деятельности. Демонстрация скорее нельзя, высказывания в соцсетях или в научных публикациях проблем нет. Но публичные акции в общем и целом ограничены. То есть Казахстан не очень хорош для тех людей, кого привлекает именно продолжение российского политического активизма, потому что политика властей Казахстана не злит северному соседу. Теперь остается несколько минут на обсуждение академических вопросов. Что здесь ситуация очень похожая на ситуацию в стране в целом. Я подчеркну вот что, что, с одной стороны, российские специалисты здесь востребованы, с удовольствием россиян принимают, можно работать на русском языке. Казахстанские вузы рассматривают россиян как источник кадров, которые способны укрепить научные исследования, которые сейчас в Казахстанской академии не очень представлены. То есть, в общем, Казахстанские университеты – это места в первую очередь, все-таки где преподают, и только там, даже не во вторую, наверное, очередь, места, где проводятся исследования. При всем при этом зарплаты все же ниже, чем те зарплаты, которые вы привыкли видеть, ну, скажем, в Москве, если вы работали в Москве. То есть, хотя и стоимость жизни здесь тоже в общем и целом ниже. Международные разные калькуляторы это показывают. Из дополнительных плюсов, которые можно выделить в том, как устроена казахстанская академическая среда, это очень высокий уровень международности. То есть, здесь это похоже на ситуацию, которая в России была в начале нулевых. Престиж Запада является весьма-весьма высоким. Многие студенты активно участвуют в программах академического обмена. Здесь всего-то очень много. Образование в школах, ну, с первого класса учат английскому языку, и даже, в общем, как ни странно, английскому языку учат, хотя это не очень странно, даже с большим успехом, чем учат, например, русскоязычных учат в казахском, в тех же самых школах. Таким образом, казахстанская академия – это место, которое позволяет участвовать в международной академической среде и, в принципе, позволяет, дает дальнейшие возможности для роста. Вот. На этом я бы основную часть моего выступления закончил. Сейчас просто покажу два скриншота. Может быть, кому-то из вас заинтересуют материалы, которые я в разное время писал по вопросам делокации в Казахстан. Собственно говоря, это материал из российского Форбса. Это материал, я его перенес на свой сайт из эстонских деловых ведомостей. Вот. Что касается остального, вижу, что и время мое вышло. Вот. Я вроде бы не уложился. Приглашаю пользоваться моим телефоном, почтой. Вот. Буду рад, если вы будете звонить и писать. Я в меру возможного постараюсь помочь каждому.